Приветствую вас, прежде чем отвечать на вопрос, который вы написали в заголовке своего письма. Давайте попробуем разобраться с тем, что с вами сейчас происходит. Вам 31 год, есть 7-летняя дочь, в разводе уже 5 метров, то есть почти полгода. В Бреке прожили 7 лет, причины измены мути. Значит, сам по себе развод – это достаточно психодраммирующая ситуация, и вполне вероятно, что вы развод не до конца еще пережили. То есть, вы зарегистрировались на сайте знакомств и хотите найти мужчину там. Но вы же, наверное, понимаете, что люди, которые знакомятся на таких ресурсах, не могут или считают, что не могут найти себе партнера в реальной жизни. Значит, на то, чтобы найти партнера в реальной жизни, у них, по их мнению, не хватает средств. Каких средств? Своих, собственных средств, личных. И из-за этого они идут на сайты знакомств. Значит, это люди, у которых есть некоторые проблемы. Проблемы в построении отношений, проблемы, может быть, в чем-то еще. То есть, тут однозначно сказать достаточно сложно. Тем не менее, проблемы есть. И когда вы регистрируетесь на такого рода ресурсах, когда вы сами вступаете в эти отношения, то нужно понимать, что люди там знакомятся исключительно в ключе своих потребностей. То есть, тот же мужчина, например, может легко с вами начать общаться, пока ему, например, это удобно, пока ему комфортно, пока ему, может быть, даже интересно. Но в силу того, что это не принужденное общение, в силу того, что его никто не вставляет, вас ничто не связывает друг с другом и так далее, он может делать все, что захочет. Здесь вы, пожалуй, совершенно правы, когда говорите, что он вам ничего не должен. То есть, вот этот момент, момент того, что отношения на сайтах знакомств, отношения виртуальные, всегда обусловлены более узкой направленностью личных предпочтений человека. То есть, нравится, там, общаюсь, да, не нравится, не общаюсь и так далее. Мешает. И мешает довольно сильно, потому что взаимодействовать с человеком вам приходится, отдавая себя отширством, что он вообще, говоря, в любой момент может вас, там, как бы, от себя отдалить и все. Именно потому, что вас всегда связывает только то, что он увидел вашу анкету, например, да, подумал, что, ну вот, интересная женщина, да, с ней можно пообщаться. То есть, именно с ней можно пообщаться. Можно. Кроме этого можно, ничего вас больше не связывает. И из-за этого имеет место быть проблем. Потому что, ну, например, его привлекло сегодня что-то в вас, да, а завтра или через два дня, вот как вы и написали, ему может привлечь что-то еще, что-то другое тоже, но уже в иной женщине он будет считать, например, что она, эта женщина, отвечает целиком и полностью его потребностям, например, или хотя бы лучше, чем вы. И, конечно, в этой ситуации вы совершенно определенно оказываетесь в проигрыше. И это нужно понимать. Что отношения на сайтных знакомствах, отношения виртуальные, если они не обусловлены, знаете, вот таким, ну, я бы сказал, искренним желанием посвящать свое время человеку, и если они, эти отношения, не обусловлены зависимостью, да, то есть когда человек без другого не может, вот вы, например, пишите, что скучаете, у вас уже, получается, есть такой элемент зависимости, то есть вы нуждаетесь в этом мужчине, а он вас нет. И если вот этих двух моментов нету, то отношения в виртуале, отношения в виртуальном пространстве не всегда это влияет на собственность, ну, на их сохранность, на честность, на искренность, целостность и так далее. Значит, мужчина, который вы выбрали, и о котором вы пишете в своем сообщении, он ведет себя как человек достаточно, ну, не тот, чтобы уверенный в себе, но как человек, навещающий, чего он хочет. Вот из него никто не заставлял с вами отчитаться. Определенно нет. Ему было интересно с вами пообщаться, он пообщался, как год и время с вами вам посвятил, теперь это ему уже не интересно. И в рамках виртуальных отношений он имеет полное право так себя вести и так поступать. И вам заставить его или требовать от него что-то действительно не целесообразно. Потому что, ну, ни к чему хорошему это не приведет. Наверное, еще больше его оттолкнет только от вас. То есть, вот этот момент, ну, не понимать. Если он на протяжении знакомства, на протяжении общения с вами продолжал все равно присутствует на сайте знакомства на этом, то, скорее всего, вы ему были нужны. Только в качестве такого вот развлечения. То есть, попробуем, ну, с ней сблизиться, может быть, что-то получится. А может быть и нет. Понимаете? И заинтересованности его в том, чтобы из ваших отношений вышло что-то хорошее, нет. Потому что кроме симпатии чисто вот мужчин и женщин, у него больше ничего нет. Того бы, что вас могло бы связать. Того общего, что помогает людям в реальной жизни налаживать отношения, даже если, как бы, симпатии недостаточно много. Я имею ввиду чисто вот личную симпатию. И потому здесь нужно понимать, что вам никто ничего не должен. Отвижая на ваш вопрос, значит, как вам поступить. Собственно говоря, поступать вам надо в этой ситуации зеркально. Зеркально, как бы, по отношению к мужчине. То есть, мужчина может вам не писать достаточно долго, и вы ему позже не пишите, позже не пишите и, как бы, ведите себя независимо, ведите себя самостоятельно, показывайте ему, что бегать за ним не собираетесь. Ага, так. Имеете ли я право спросить, какие у него планы по поводу вас? Понимаете, можете спрашивать, конечно. Этого права у вас никто не отбирал и отобрать не может. Но другой вопрос, как вы будете выглядеть в разных мужчинах, если спросите у него об этом. Ведь, очевидно, что подобный вопрос, как бы, дает такой посыл, что вы просите у него его внимание и просите обратить его на вас, его внимание на вас. То есть, получается, что вы принижаете себя в его глазах, снижаете свою цену. И нет гарантии, что мужчина, как бы, будет смотреть на вас так же, как он смотрит сейчас. Сейчас вы для него просто женщина, с которой он попробовал и в которой ему не то, чтобы не понравилось, но не до такого сильного желания посвящать ей свое время. Если вы спросите у него это, он будет думать, что вы от него зависите, что вы в него влюбились, и будет не только завышать ценность себе, но и вполне вероятно, он будет, так бы, манипулировать вам. Осознанно или нет? И если вы всего этого не боитесь, то спрашивайте. Если, точнее, не так. Если вы не то, что вы не боитесь, если вы считаете для себя вот это допустимым, то спрашивайте, дело ваше. Но если вы беспокоитесь о своем достоинстве и о том, как вы будете выглядеть в глазах мужчины, то тогда лучше не стоит. Что будет дальше после нашей встречи? Ну, вообще говоря, если ваша встреча состоится, что еще, как я понял, под вопросом, то, возможно, несколько вариантов растите событий. Первое, то, что и вы, и он увидите друг в друге своего человека и будете общаться дальше, при этом, к сожалению, никто не даст гарантии, что мужчина перестанет сидеть на том же сайте. Знакомцы, например, вполне возможно, что он так и будет, как бы это делать просто потому, что будет прорабатывать на всякий случай запасной вариант, допустим. Второй вариант, это то, что встреча проводит холодно, вы поймете, что человек, вообще говоря, чушуй, и что для того, чтобы узнать, его нужно время, нужно много встреч, а эти встречи, скорее всего, больше в таком случае не состоятся, потому что это слишком трудоемко для тех людей, у которых ничего общего, кроме... Такой вот личной симпатии, личной привлекательности для другого нет. И поэтому, во втором случае, скорее всего, большего у ваших отношений попросту нет. Далее вы пишите, что он ищет на сайте. На сайте он ищет только то, что ему ведомо. Мы не можем говорить за другого человека, но очевидно, что мужчина, как я уже сказал, испытывает проблемы с построением отношений в реальной жизни, значит, неуверенность в себе, и это, в свою очередь, обуславливает его поведение, направленное, в первую очередь, на самоутверждение. И вот, если говорить о том, что он однозначно ищет на сайте, это самоутверждение. Он хочет встречаться с женщинами, хочет проводить с ними время, хочет, может быть, вступать с ними в отношения, может быть, когда-то с кем-то построить серьезные-серьезные отношения, но вероятность этого достаточно мала, потому что, еще раз повторю, те условия, которые я назвал, как бы намекают на то, что серьезность человека под вопросом, именно в силу мотивации, заставивших его прийти на этот сайт. Тем не менее, у каждого человека все индивидуально, и нельзя сказать однозначно, что именно он, например, несерьезный, нельзя сказать, что именно он обязательно там, не знаю, непостоянный человек, Альфонс, если хочет обмануть, нужно больше информации о нем, но однозначно можно и нужно говорить о том, что привело его на сайт. Вообще говоря, этот вопрос вы можете задать ему, как бы, почему он решил зарегистрироваться на сайте знакомств. Идти вам, тоже этот вопрос нужно задать. Дальше. Собственно, дальше вы пишите, что мне не нравится его поведение. Вот, это не очень понятный вопрос, что мне не нравится его поведение. То есть, вы, наверное, хотели спросить, имеете ли вы право сказать ему, что вам не нравится его поведение. Опять-таки, сказать вы имеете полное право. Другое дело, какого эффекта вы стете. Пусть скажите вы ему это, и мужчина просто-напросто выслушит вас, поймет, что вы уже ставите ему какие-то ранки, поймет, что вы уже пытаетесь его как-то себе подчинить. Вряд ли это пойдет на пользу вашим отношениям. Понимаете, если бы он не хотел сидеть на сайте знакомств, если бы вы нравились ему настолько, что он бы был заинтересован только вами, то все бы само собой получилось. А раз нет, значит нет. И это значит, что ему не важно, что вы думаете по поводу его поведения. Сказать можете, но только как средство для установки дистанции от него. То есть, сказать ему можно это в том контексте, что вы испытываете от него симпатию. Мужчина вам нравится, но из-за того, что поведение его вас не удравит, вы, например, не рассматриваете его как серьезного кандидата, например, для серьезных отношений. Вот это сказать ему можно, но опять же, только после встречи, хотя бы одной, потому что пока вас ничего не связывает, кроме общения. Далее, вы пишете, зачем ему я? Вы ему для того, чтобы проверить, попробовали. Вы ему приглянулись, он с вами пообщался, что-то ему понравилось, что-то и что-то ему не понравилось, и он делает выбор. И судя по его поведению, выбор он делает не в вашу пользу. Судя по его поведению, вы действительно на какое-то время его привлекли, но не дождаться, чем для того, чтобы он совершал реальные по отношению к вам поступки. И сейчас он со мной сразу не хочет вас терять, не хочет окончательно нарваться к вам, потому что не мало ли что, но с другой стороны ищет уже, наверное, другие варианты. Судя по тому, что он вам не пишет, не пишет и так далее. Есть два момента, которые я хочу вам сказать. Первое, то, что ваш муж вам изменял, и у вас из-за этого может быть, как бы, ну, понизена сама оценка. Если так, то ее нужно восстанавливать, потому что вот это вот ваше пищевое мужчине, что скучаю и ничего взамен не получаю, да, то есть у вас есть тишина, но вас это не останавливает, говорит о том, что вы имеете какие-то свои собственные желания на этого мужчину, свои собственные желания через этого мужчину вы пытаетесь реализовать, но, естественно, этого не получается. То есть в результате того, что вы развелись со своим мужем, у вас образовались нереализованные потребности, которые вы пытаетесь реализовать через другого мужчину сейчас. А этого делать как раз таки не нужно, потому что мужчина не обязан удовлетворять ваши потребности. И если речь идет о чем-то личном, не связанном, например, с сексом, не связанном, например, с помощью или чем-то еще, а если речь идет именно про самооценку, про поднятие самооценки, про потребность в заботе, в любви, в ласке, в поддержке и прочее, то вот это все вам нужно для начала реализовать самостоятельно и только потом через этого мужчину. Потому что вы из-за этого в отношениях находитесь ниже, чем он. Вследствие этого проигрываете и оказываетесь в зависимом положении. И, наконец, отвечая на вопрос, существуют ли виртуальные отношения. Да, существует, но как обязательный, как промедуточный период, как промедуточная форма взаимодействия людей к реальным непосредственным встречам и такому же реальному и непосредственному взаимодействию. Нельзя так ставить виртуальные отношения в качестве самоцеля и думать, что они и только они сделают вас счастливой, например, вас и дадут вам все, что вам нужно от мужчины. К сожалению, нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.